девочки с вами ольга и канал богу арт и прошлом видео у меня села батарейка на камере и сейчас я ее подзарядила и вот включая продолжение так вот я закончила там на том что я начала делать шапочку ей и у меня прервалась здесь ничего сложного я просто ее вот сюда вот загнула вот как у этой девочки тоже видите и здесь вот сделала поднет примазала просто и потом вот здесь аккуратненько везде бортики вот так вот по личику здесь по бортику прошлась кисточкой просто так просто вот так вот здесь кисточкой подогнула вот так все аккуратненько чтобы отделить шапочку от лица и вот так загладила слегка и что я еще сделала я сделала вот здесь это прошлась бортик такой сделал отделила как чепчик видите вот по округу по всему голове вот как раньше чепчики носили викторианские детки вот я вот здесь то просто сделать чепчик и здесь вот получилось так и вот здесь вот так все приподняла вот отделила от шейки вот здесь шапочку помните как у герды была шапочка такая муфточка там пальтишко вот что-то такое из этой серии вот и вот так у меня получилось теперь когда высохнет я показывала вам как ушки делать рассказывала что мы делаем просто также из проволочки как делали рога лосью вот просто вот форму такую вот сделали обклеили и все можно чуть меньше чуть больше как вам больше нравится и потом когда высохнет шапочка я вот посмотрю какие ушки сделала вот так вот можно если вы хотите висячие ушки то нужно вот это вот просто загнуть проволоку и посмотреть куда вы ей ушки сделаете или мальчику вот я этой девочке сделала ушки наверное по другому чтобы они вот так у нее стояли ушки на макушке что были вот ну это где-то вот здесь примерно я и вклею но это сделать можно только тогда когда высохнет шапочка потому что продырявить сделать отверстие укрывать очень сложно и все потянется поэтому я думаю с этим заданием вы уже справитесь сами также как лосью мы рога делали вклеивали также и здесь просто сами посмотрите поиграйте как вам больше понравится и такие ушки и сделайте они в принципе форма та же просто все зависит от того в какое положение вы их поставите вот а и что я ищу здесь пояс сзади я сделала вот сюда на нет чтобы здесь потом можно было бантик приклеить чтобы площадочка была для бантика и сейчас я вам покажу как делать рукавчик вот после того как вы ручку вклеили теперь нужно сделать ей воланчик и потому что я вы можете сделать девочку так же как вот я и делала просто длинные рукава и здесь манжетик белый и ладошки вот здесь это просто потом покрасить ручки вот я я хочу с длинными рукавами я думаю каждый справится и мастер-классов других мастериц очень много с длинными рукавами по моему там проблем ни у кого не возникнет вообще как сделать коротенькие рукавчики я хотела вам показать специально потому что их мало в интернете кто выкладывает и мне бы хотелось еще такой вариант чтобы вы могли сделать комбинировать разные конечно после того как если вы научитесь делать такие игрушки с открытыми частями ножки ручки там и так далее то в шубках в пальтишках уже сделать мне кажется вообще для вас не представит вообще никакого уже труда никаких сложностей так и я вот так вот сначала сделала вот такой вот пласт смазала и вот здесь тоже немножечко нужно будет подвернуть теперь здесь проклеиваю можно такой же валанчик сделать как мы делали на панталончиках ей вот такой же можно валанчик сюда сделать как вы уже захотите детализировать можно до бесконечности на самом деле все что угодно и у меня видите рука еще не высохла мне нужно здесь вот так вот туда подоткнуть вот так вот ей чтобы она закрепилась и вот здесь вот начинать уже присобирать такие здесь уже наверное легче будет сделать сделать такие сборочки пинцетом уже наверное легче будет сделать я вот так вот потихонечку начинаю собирать да и еще нужно будет сейчас не забыть показать вам сделать волосики надо было это сразу сделать но можно и сейчас пока шапочка еще влажная можно будет подоткнуть и вот этот вот низ можно оставить в принципе вот так вот сейчас я вам покажу как знаете такие рукавчики колокольчики они назывались или или еще как-то я в этом не очень сильно вот лишнее отрежу и здесь можно пофантазировать что вам больше нравится вот можно вот такой вот колокольчик поставить знаете как главное вот здесь вот все чтобы аккуратненько подвернуть ручку ставим правильное положение потом нужно будет померить чтобы туда влезал зайчик смог поместиться там в руке здесь уже браться не за что но я вам все таки сегодня хочу показать уже все нюансы чтобы двигаться дальше насколько возможно мы сегодня сделаем вот примерно вот так вот и и здесь нужно будет потом когда чуть-чуть подхватиться я всегда делаю вот эти вот прорабатываю всякие складочки уже тогда когда немножечко вата подхватывается и она становится более податливой такой для работы и форму держит вот примерно вот такой вот рукавчик вот потом еще нужно будет слышите как шуршит приятно креповая бумага мне очень нравится звук такой приятный очень и вот здесь вот нужно будет видите вот складочки прорабатываю видите как вот чтобы она когда это сейчас все белое потому что вата и все такое монохромное а когда это будет в цвете это все выделиться и будет очень красиво вот такой вот можно рукавчик сделать и потом уже дать зайку и вот так в таком уже положении она должна высохнуть и вторую руку сделать точно так же такой же рукавчик тоже вот так вот и вклеить и все в принципе она уже готова здесь останется только после высыхания ушки и сейчас мы сделаем волосики и бантик и все и нужно будет дать ей потом высохнуть и на следующем занятии мы будем собирать мальчика пока эта девочка будет у нас ссохнуть и там уже будет у нас раскраска прокраска так я опять беру салфетку то что мы делаем бантик из салфетки бантик делается очень просто я ее не разделяю потому что она при высыхании становится для бантика слишком тонкая салфеточка так мне бы не забыть волосы и сделать а то мы сейчас бантик делаем и батарейка у меня заряжается но не знаю на сколько хватит вот проклеиваю так же все салфетку полностью ее все нужно проклеить так и я ее складываю вот так один раз здесь нужно проклеить нужно хорошо проклеивать но не нужно чтобы клей клей прям вот висел знаете так сейчас сейчас мы будем ориентироваться на на ширину какая у моей девочки там один два она сначала салфетка кажется очень толстой такой объемный такой потом высыхает становится совсем как промокашечка такая тоненькая тонюсенькая поэтому я бантик делаю такой такой потолще и я вам скажу сейчас какая ширина у бантика получается сантиметр так сантиметр и три это вот да один один и три один и четыре даже полтора можно в зависимости от того какого ростика у вас получается девочку вот если моя девочка она сейчас я вам скажу измерю ее мне так неудобно ее так она у меня до 12,7 где-то 12,5 сантиметра и поэтому вот этого бантика вполне хватает так теперь нужно взять ниточку белую всегда работайте белой ниткой потому что если вы захотите потом оставить что-то белое не прокрасить ну и чтобы она вообще не проявилась теперь что я делаю просто вот так возьму вот видите как здесь тоже просто вот так сейчас один конец вот здесь неровность отрежу вот теперь возьму один вот так по длине один возьму конец заверну и второй вот так один на другой один на другой наложила видите вот и отрезала вот сейчас я вам скажу получился отрезок у меня вот этот отрезочек получился он у меня восемь сантиметров сантиметров и вот теперь я его вот так загибаю один конец вот так и второй вот так чуть-чуть внахлёст делаю чуть-чуть внахлёст делаю там если что лишнее обрезать можно всегда вот и теперь возьму ниточку в два раза вот двойную берите сразу ниточку что я забываю вдвойную я привыкла шить в одинарную в одну ниточку и постоянно из этого и завязываю вот эти вот завязываю пока еще смотрю чтобы эта ниточка завязалась у меня посередке и вот так хорошенечко я ее затягиваю затянула хорошенечко еще раз намотала вот так вот уже площадку как бы сделала пошире амплитуду вот видите и еще раз завязала неважно с какой стороны вы завязываете все равно это все приклеится и еще раз хорошенечко завязала и затянула вот и сейчас я эту ниточку обрежу лишнюю так вот что у нас получилось пока лишний клей пока я его уберу который отжался от затягивания нитки и теперь я возьму стеком удистой и все это расправлю вот так вот разъединяю то что склеилось вот одна и вторая сторона когда салфетка в несколько слоев и еще промазанная наклеем она клейстером она такая становится плотная очень прочная вот и вот эти вот кончики вот эти вот которые образовались вот здесь их немножечко вот так вовнутрь загнуть чтобы она держала форму и была красивой такой формы бантик чтобы была красивая форма вот теперь у нас что получилось вот такой бантик у нас получился и теперь нужно взять вот эту салфеточку которая осталась промокшая и свернуть ее теперь и сделать из нее уже вот такую тоненькую ленточку ленточку вот так свернули отрезали ее так теперь вот здесь это немножечко в серединку клея и так вот хорошенечко вот так затянули видите здесь вышел вот этот вот клей хорошенько вот так затянули и смотрим теперь вот это вот вклеить нужно одну внахлёст на другую и теперь смотрите какая сторона более рельефная вот у меня вот эта сторона получилась более рельефная такая более живая видите там вот складочек больше на этой стороне и я тогда беру а вот это более гладкое и вот сюда вот этот хлястик вот этот то что осталось у меня я его вот сюда вот заношу вот у меня бантик будет вот такой вот и еще раз вот здесь к серединке как следует расправлю все вот вот такие вот завязочки завязочки точно так же делаются тоже так салфеточку смазываю смазываем вот так вот у меня кусочек остался я ее вот так возьму просто вот так слегка закруглю вниз вот так вот так закруглила немножечко вот это вот у меня здесь топорщица это все некрасивость вот эту убираем вот и теперь вот так вот сложила смотрите в середку и вот так вот гармошечкой сложила вот видите вот и вот такие нужно две штучки сделать и когда уже бантик немножечко подсохнет сейчас он очень мокрый и трудно нужно будет вот так вот одну вклеить сюда и вторую вот такой же хлястик вклеить видите вот можно сделать сразу их с хлястиками сейчас я вам покажу еще один такой вариант для тех кто хочет поэтапно делать допустим да просто я делала сразу с сразу делала с такими хлястиками которые висели можно вот такой вот бантик сделать мальчику например и второй вариант сейчас я еще вам такой покажу сейчас я сразу возьму салфетку такую подлиннее побольше это это у меня уже просто я раз уже такое дело пошло я вам уже показываю как я делала так вот сложили сложили еще раз мальчиками я еще хочу толщины сейчас подвинусь вот так вот еще раз вот так вот сложили и еще раз наверное даже так сложить хочу да вот и вот так хорошенечко ее примяли пригладили чтобы было ровненько вот это отрежу лишнее и делаю точно так же как мы скворачивали только я делаю вот так вот один и второй и теперь теперь вот я вижу мне нужно чтобы они два примерно одинаковые то что нужно не нужно оно все подрежется и вот теперь я возьму опять ниточку и перевяжу вот эту середочку вот эту середину я ее перевяжу теперь ниткой вот так же как там делала только здесь уже сразу с хлястиками вот с этими будут висеть вот и пока все примялось и это ничего страшного мы все это потом поправим вот и вот так вот я побольше прям хочу стянуть потому что потом когда делаем уже такую перемычку как она там называется я не знаю серединку вот этой вот бабочки ее легче будет вот так вот завяжу сейчас ее легче будет плотненько примотать эту ватку эту детальку так и теперь отрежу ниточку вот сейчас я здесь немножечко протру так вот получился сразу бантик с хлястиками вы делаете и так можно и так можно как кому как удобнее и вот здесь это просто уже отрежу вот так немножечко полукругом такие завязочки и теперь нужно сделать вот здесь это место освобождая такую площадочку для серединочки вот эти которые мы делаем так и теперь тоже вот так вот я сворачиваю серединочку и смотрю плотность какая у нее должна быть вот примерно мне вот так вот и хватит вот и теперь я прикладываю вот так посильнее и чтобы мне было видно я видите вот это вот лишнее то что отжимается там клейстер лишний я вот его смотрю насколько у меня там что как выбираю сторону которая мне нравится вот эта мне сторона нравится больше я значит я вот сюда вот это вот все заклеиваю отрезаю лишнее и вот так вот замотаю плотненько и с этой стороны вот мне нужно чтобы оно здесь очень хорошо и плотно потом если что если будет отклеиваться чуть-чуть можно будет прихватить на клей ПВА уже на чистый на концентрированный неразбавленный вот чтобы склеить и теперь точно так же я вот эти вот вот формирую красивость такую делаю здесь вот так опускаю красиво здесь смотрю чтобы складочки все были живописные такие живые аккуратные но в то же время живости и объема придать немножечко и вот такой бантик у нас получается вот здесь вот видите так корчится немножечко хочется вот так придавить все можно смотреть и исправлять что-то чтобы материал вам поддавался вот и вот такой вот бантик он когда высохнет мы его потом вот сюда вот так вот приклеим вот так вот видите и все и потом уже будем расписывать и оставляем его сушиться чтобы он высох так и еще у нас сейчас с вами мы сделаем волосики и все я надеюсь вы уже девочку без меня уже доделаете и уже она будет у нас под покрасочку потом мы ее будем расписывать на следующем занятии я думаю мы уже закончим тоже мальчика и потом будем их расписывать так и я беру опять вату я делала вот этой вот девочке зайке я делала волосы лепные когда ей лепила личико здесь я думаю там слепить не не составит труда или я покажу вам на мальчике как делать лепные так и я вот смотрите вату которую смазала кусочками вот так беру такими вот и сейчас буду просто вклеивать еще раз хорошенечко промажу я вообще хотела этой девочке сделать челку ровную почему я сейчас взяла все эти локоны делать не поняла я уже подзабыла я хотела сделать ровную челочку такую девочке вот я сейчас покажу я вот смазала тот пласт который я вам показала и теперь теперь я хочу его вот так вот там где тонкая сторона тонкость тонкая сторонка я вот так вот отрезаю отрезаю и еще раз хорошенечко все смажу так и теперь теперь я немножечко ее вот так вот растяну ватку растянула чуть-чуть и теперь я хочу вот такими вот вот такие вот тоненькие нарезаю и здесь с этой стороны тоже нарезаю тоненькие такие полосочки так теперь я хочу девочки примерить какая мне длина нужна вот и я отрезаю наискосок вот так вот так наискосочек одну сторону теперь я возьму и вот этот где наискосочек сторона сейчас я вам буду показывать сейчас аккуратненько буду показывать потому что это детали такие смотрите я прикладываю с одной стороны и там где было наискосок срезано я вот здесь вот не вот здесь наверху делаю а вот здесь вот там где глазик заканчивается височная часть я вот так вот потихонечку кверху вот это вот смотрю чтобы у нее были открытые глазки бровки чтобы чтобы это выглядело естественно сейчас низковато чуть-чуть поднимаю кверху вот это лишнее пока вот так вот сглаживаю ну я по сути ей моделирую прическу как вот я бы из глины почти как из глины делаешь делала вот так же и я из ваты ей моделирую просто смотрю контролирую локоны и контролирую длину вот я смотрю здесь если длинновато вот здесь то у меня получается я я поднимаю кверху подтягиваю простите уже от того что много говорю вот и и и вот вот тоже к височку вот так вот делаю так и вот это остальное все я отрезаю вот то что вот за гранью там у меня то что вот не нужно я все вот это убрала и теперь мне нужно вот это все конечно по хорошему я просто подзабыла мне нужно было сделать сначала волосы а потом уже шапочку лепить у меня как-то все так получилось я подзабыла и теперь под шапочку нужно все будет сделать если вы работаете хлопковой ватой там волосы из хлопковой ваты делать легче чем из льняной потому что льняная она распадается немножечко а хлопковая она держит у нее видите от того что все я не даю высохнуть все приподнимается при работе так вот и если вы работаете с такой же ватой как у меня сейчас льняная то нужно взять сейчас смочить тоненькую кисточку и вот так вот немножечко это все вот так подправить аккуратненько вот локоны так немножечко их сгладить чтобы они они когда покрасится все это будет выглядеть по-другому конечно извиняюсь я тут камеру уже все дергаю так и видите чтобы не было вот таких вот топориков как будто срезанное как топориком нужно стеком здесь поработать еще посидеть так их поразделять немножечко вот такие вот сделать разделение чтобы чтобы они выглядели более аккуратненько естественно более естественно сколько возможно это ватой сделать ну и вот здесь у нас вот такой лук он будет вот уже похоже когда когда она чуть-чуть подхватится ватка чуть-чуть подхватится когда сейчас она прям очень мокрая и плохо форму держит и когда чуть-чуть подхватится то уже можно будет еще поработать немножечко детальки проработать и вот здесь вот волосики вот так вот должны быть они не должны быть прям срезанные топориком вот немножечко вот туда вот так заходят и потом можно будет сделать еще вот здесь один слой ой ну в общем еще можно будет когда вата высохнет здесь будет тоньше намного еще раз нужно будет потом по сухому пройтись вот такой вот ребятеночек у нас получается все я ей дам высохнуть теперь полностью если нужно будет я еще добавлю где-то объемчик и за кадром я уже доделаю вторую ручку из зайчика и потом когда высохнет приклеив бантик который мы делали и и ушки на макушке вот так сделаю все и ее можно будет уже расписывать вот такой вот у нас сегодня вторая часть по которая прервалась это у меня продолжение этой части не вторая часть а это продолжение этой части вот ну а на сегодня все мои дорогие увидимся в следующем видео спасибо вам огромное за ваши теплые слова за ваши комментарии что вы со мной и что вы меня поддерживаете еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за за все я вас всех очень люблю дорожу вами ценю вас и я счастлива что вы делаете работы они у вас получаются великолепные замечательные добрые просто слов нет и таким образом вы даете мне понять даете мне стимул и даете мне больше творческой энергии на то чтобы я творила и делилась с вами ваша работа это ваша благодарность для меня ну а на сегодня все всем спасибо пока это была Ольга и канал Бугуарт и увидимся в следующем видео пока пока